Субтитры сделал DimaTorzok Хозяин Настоящий джин? Да-да, три желания Все как положено Только формулируй их четко А хочу сто тысяч подписчиков к Новому году Увы, я никого не могу заставить полюбить тебя, цыпленочек мой Тем более так быстро Ах, вот ты как Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, давай, хорошо, я сыграю по твоим правилам Итак, мое первое желание Я хочу встретиться со своим кумиром в единоборствах Я, кстати, узнал его не так давно Практически тогда же, когда начал заниматься в клетке Света мне все уши про него прожужжала Это спортсмен, на которого я хочу равняться Это боец, против которого у меня не было бы шансов Даже если бы я начал тренироваться с пяти лет Семь дней в неделю по три раза в день Хочу оказаться у него в гостях И взять у него интервью ЗВОНОК В ДВЕРЬ Костьян! Костьян, здорово! Привет, Женька! Рассказывай, куда ты пропал? Почему тебя не видно в клетке? Я заболел На самом деле, просто на последних соревнованиях по Санкт-Петербургу Получил травму Во время боя выскочила рука из плеча Ну и меня быстренько повезли сразу же оперировать Ты быстренько закончил бой? Ну естественно, у меня не было вариантов Вот поэтому ты был такой прыткий Там вот эти прыжки безумные, колени сразу Я вообще смотрел, восхищался и содрогался немножко Думаю, на его месте могу быть я Ну, в смысле, на месте того парка Я чуть-чуть приставил, думаю, нет, Женька Это сразу, что ли, во время боя? Как это произошло-то? Начал бой, и когда он ушел в первый нокдаун Я понял, что у него вариантов нету Делать второй, третий раунд И уже пошел добивать Уже одной рукой фактически? Нет, это был первый нокдаун, еще все нормально Это была борьба еще в стойке Это он с колена получил А потом, когда мы сошлись в клинче А в клинче он такой же, как ты Он как встал, так и все И я уже, что мне делать? И я вижу, подходит судья Сзади мне кричат, давай, работай, работай И тут я что-то... Подошел судья, начинает разнимать И я как бы так, ну, уже все расслабляюсь Думаю, сейчас разнимут И все, я вам делал движение назад Просто у меня рука туда уходит Я чувствую, какой-то щелчок И вот палец хрустнул, то есть Вот так вот щелк, я думаю, и все Вот, и все, я отхожу, такой, думаю, что-то не то Ваня там кричит, встань в стойку А никто не понял вокруг даже? А вообще никто не понял, Андрей тоже не сгорал Поднимай, бери левый, бери левый Поднимай, она опускается, поднимай, опускается Думаю, ну ладно Боли вообще не было Боль была, даже не боль, а была воздушность То есть я не чувствовал руки Буквально, ну, секунд через 30 Я понимаю, что у меня рука уже все отказала То есть я вроде поднимаю И все, я понимаю, что я связки тру косточкой Потому что она вышла полностью Остался один нокдаун, он тут или победил, или проиграл Или на щите, или подсчитал Я сразу после боя в больницу Подбежал врач, говорит Я не знаю, что делать Надо ехать в травму, говорит Все, меня быстро ребят отвезли в травму Ну и все, они подошли мне быстро Чпок обратно вставили В их плечах У них все полно Надо сказать, если сразу обратно вставили Значит, все уже здоров Ну, у меня, я так понимаю, что плечо выскочило из сухожилия То есть из хрящика Сама кость Вот И там эти микроволокна, которые держались, они порвались Одна из самых серьезных травм Вообще Вот, говорит, лучше бы сломал что-нибудь Ну, мне говорят, только гипсиналя Я вообще, беру, где вот так вот не смог Даже Потому что тут все онемело Как врач сказал, до Нового года вообще забыть про спорт Ну, я начинаю потихоньку разминаться То есть там, скакалочку чуть попрыгать Ну, хоть что-то там Помахать, ну, потому что это невозможно Ну, там уже соскучились по терсии Я сам скучаю Зрители тоже соскучились, я уверен Скоро вернусь То есть ты, когда первый раз выходишь на ринг, это уже Это как сесть на мотоцикл, наверное Это, наверное, болезнь уже Ты со скольки лет на мотоцикл? Ну, с детства У меня как соседские мальчики начали учить ездить На даче И все, и потом я замалил Слушай, а как дайвинг Ты же дайвингом очень увлекся? Дайвинг я получил сертификат на погружение до 18 метров Без инструктора То есть у меня такие маленькие права Но я просто не знаю, где они Как и нормальные права Так а с плечом в погружение там все нормально? Я вот, кстати, не знаю Хороший вопрос Но мне кажется, ты на плечо будет, как и погода будет реагировать На плечо, мне кажется, лет через пять только Ты состоишь на каких-нибудь мото-бандах, на проценниках каких-нибудь? Нет, на проценниках Я бы с удовольствием там один процент себе за эти повесил бы Но я бы себе не смогу ответить за эту вышивку Хотел тебя еще про режим дня спросить Уважаемые зрители, у меня такой был случай на днях Я что-то засиделся, как обычно И где-то в шесть собрался идти спать Такой последний какие-то там прочитал комментарии О, смотрю, Костян сведет об онлайне Думаю, ой, ничего себе, тоже полуночник Тоже еще не ложился Только потом понял, что Костян уже проснулся Во сколько ты встаешь? Я на работу в твою полшестого утра И вот как тебе это удается? Это режим Ты ложишься в двенадцать и просыпаешься в полшестого Ну, месяц, попросыпаешься, попросыпаешься Вот что, то есть 5,5 часов в сутки тебе хватает? Да Я работаю на заводе Адамиралтийские верфи Я строю подводные лодки Хотя получил специальный судебный эксперт Поэтому тебя не берут в однопроценте из-за специальности Да, почему ты не по специальности трубишься? Я очень сильно хотел идти спасателями Хотел спасать людей У меня болезнь такая с детства То есть я вообще мечтал спасать людей Вот, а и пошел устраиваться на работу И как-то вот все, мест нету, 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 нету И пошел в одно место Мне сказали, нужна армия? То есть я говорю, не вопрос, хорошо Сказали, давай приезжай Все, мы тебя устроим, все будет хорошо И у меня был мотоцикл тоже на тот момент Я поехал его продавать Отпросился с работы и поехал продавать его и по полувари Вот я разбился на мотоцикле Я почти две недели не мог ходить Меня прооперировали Вот, это вот так вот начиналась моя тайская история То есть тебя фактически по частям собирали? Ну не по частям, но у меня были отбиты все органы вообще То есть я вот перелетел через машину Я улетел метров за семь от нее То есть я еще даже лежал и думал вставать мне или не вставать То есть я на такие непонятные мысли были Встал, походил, дошел до мотоцикла Забрал ключи и все, и тут нет И вырубил, все Прошел месяц Я вернулся домой То есть все нормально Начал потихоньку расхаживать Я ходил как пингвин То есть меня уже называли шкипер В поликлинике мы общались Там угорали на данной все эти врачи Когда я выбегал, помогите мне Там у кого-то камни в почках двигаются Так он бежит по коридору спасатель Вот И все, и потом встретил знакомого Он говорит, что он занимается в клетке У бассейна Потому что открылся только клуб в сентябре Он говорит, давай съедем Приехал, посидел, посмотрел И потом поговорил с Андреем Говорю, что так-то так Андрей Владимирович, здравствуйте Почему вы не звоните? Ну я хочу на самом деле передать всем привет Особенно клубу Клетка Ребята, спасибо, что помните, пишите Хочу передать привет Зрителям канала Боевые ботаники За то, что смотрите нас Подписывайтесь, кто не подписан Слава Андреевна Я вам тоже передаю Огромный пламенный привет Скоро я вернусь Мой любимый тренер Хороший провинт Смотрите, что он делает Это как бы русский народ Женя уже профессионал Я ему предлагаю на следующий год взять группу Сегодня будем делать круговые удары ногами Вертушки, хвост дракона В прыжке Вертушки в печень Всегда любил там Или там ты стоишь там Дерешь шаг назад Весок Торнадо, киканье Я всегда это говорю И всем советую Боец должен уметь все бить Потому что Почему вы можете поймать человека на этом торнаде кике Вот допустим мы с ним двигаемся Женя не знает Я стою там Что-то стою А он И сожжался Непонятное движение Что это такое Началось Он потом Хай мой лукик А он подумает Что в голову пойдет Кто-то там Ты киданул вертушку Тут же перекинул Там так кинул Крутанулся сам Бум Бывает сейчас Ты стоишь вот так Работа есть такая Там стоишь там Лукик раз кинул Там раз раз Там бам Кинул Потом кидаешь И сам Переводишь на Сюда печень Ты как бы Пам Попровещал Попровещал Потом оп Ножку не В касание В касание Так легко И ногу проносишь Не отсюда Отсюда же и бэф Ты кинул Раз Вертушку Два Вертушку Чего раз Раз Уже Типанул И здесь Я только здесь Становимся Прибег Шагнул Мам Ударил Раз Два Три Четыре Убрал В сторону Клобок Разворачивай Так Кикбоксинги Вот так Бьют В тайском Боксе Так Бьют Тут же Само Локсом Два Удара Нам Удары Опять Раз Два Три Раз Два Три Раз Два Три Когда бьем Когда мы Такой удар Бьем Даже Подработки Мы Разворачиваемся Руку Сюда Задошку Накладывать На затылок Если человек Бьет Пробивает Двойку А он Уходит На Круговое Движение Вы Можете Можете Каким-то Движением Ударом Допустим Я Боковый Бис Могу Попасть Затылок Он Там Обменяться Соответственно Все равно Надо Защищать Затылок Какая-то Комбинация Я просто В суете Разворачиваюсь И бью В разрез Прибиваю Удар Проходит Скорость Затылок Нельзя бить Но Здесь Не было Целенаправленного Удара В клинче Очень часто Наблюдаем Мы там Где-то Работаем У канатов Человек Вперед Я его Скидываю Допустим Он Начинает Вращаться Вращаться От меня Отворачиваться От меня То есть Мы Здесь Можем Продолжить Комбинацию То есть Я Михаил Вот Он Сам Это Как У судей Это Считается То есть Как Оценивается Вообще Судя Не дается Предупреждение Тут Разворачиваться Это Он Уходит То есть Слабого Наказывает А не Сильного Я Работал Я Делал Комбинацию Ты Разворачиваешь Ты Уходишь От Моевой Это Ты Подставляешь Спину И Зато Прокрыл Снизу Ударил Поехали Сверху Все То же Самое Два Удара Развернул Уже Сверх Ударил Сбоку Снизу Сверху Руку Заранее Набирает Здесь И Что Ты Начинаешь Делать Движение Раз И Тебе Рука Уходит Вниз А Потом Отсюда Начинаю Раз Два Ушел Кину Бэк Раз Два Ушел Кину Кину Бэк Кину Бэк Давайте Объясним Для чего Мы уходим Ногой В сторону Мы находимся Вдруг Если Нога Остается На месте Он будет Вращаться Нога Тяжело Будет Достать Потому что Нога Бедро Передней части Не дает Дальше Вращаться Тазу И спине Соответственно Я всегда Смещаю Ногу Таз Раз Ногу Я Шагаю Ногу Ногу Поставить Так Чтобы Отсюда Ударить И остаться стоять Теперь Работаем Мы Руки Добавляем Ручку Двойка Сместился И сместился Раз Два Бэкфист Вот Бэкфист Работаем И Бам Отсюда Ударили Опять Я меньше пинераз так попался Видишь Кажется Более Я в двух весах дрался У меня в 75 в финале Так рубанулась Бэкфистом Андрей осторожно Бэкфист бьет Андрей осторожно Бэкфист бьет Третий Пятый Десятый Андрей Бэкфист бьет Я знаю что он бэкфист бьет И когда мне надо бэкфист? Я просто уснул Три раза поставил защиту А четвертый Получается я смещался Я работал Работал Смещаюсь в эту сторону Шлепся туда И прямо через защиту Как правило таким бэкфистом усыпляет Он мне прямо пролетает И в сумку сюда Вверх Все И Хороший удар Причем Через блок Снизу Бэкфист Поднимаем Бэкфист И ты работаешь Вот на руках Бэкфист 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 Молодец, но он не упал Бэкфист Бэкфист Чем ты вверх, куда-то? Получается, наращаешься, аж куда-то вверх. Выше стволы. А, ты как будешь сразу поставить, потому что ты как бы не лапа, да? Почему ты так напрягаешься? Куда ты? Вот, ты кинь, да, бам. А смотрите, в какой момент? Куда уже прилетает или заранее? Уже не бойцы, вообще просто. Просто красавчик. Кинул, увидел. Я разворачиваюсь, я раз. Разворачиваюсь, увидел, и потом вот начинаю бить. Конечно, все прицельно, а не просто так. Закрыл глаза и пошел. Он сейчас хорошо сделает. Сейчас плохо сделает. А что это такое? Ты еди на меня, куда ты бил? Первый ударил. Вот, вот так нормально. Вот ты пришел ровно посередину. Куда ты вверх опять? Глуповатый же сейчас, ты поднялся. Да и какой я люблю постоянно головы твой удар? Я сейчас глуповатый. Знаешь, я таларий вел. Зайбай, Крестан. Нет. Надо я когда поставлю, когда ты бьешь low, увидеть надо и ударить. А то ты уже получается. Как бы внизу бросить. Ты вот спокойно пикаешься. Бам! Все, кинул опять. Бам! Закинул. Потом бам! Увидел и думал. Жень вообще, да, нормально. Он его, он все это время, он тактически подошел очень правильно к бою. Он усыплял меня, мою деятельность, постоянно делал. Постоянно делал в сторону. А потом думал, о, нормально! Эй, шлепся! Вот это, вот это, как бы, понимаете, теперь вот видна работа моя. Что наконец-то к этому пришел. Как хорошо, что не вырубил, да? Вообще бы я сюда стоял со льдом на затылке бы. Часто бывает такое, мы берем тип раз, там отработали, нам тип сбивает. Нога падает и отсюда сразу же локоть. Или опять рука может идти кинул. Типа раз. Потом дальше два. Потом ногу сам ее сбивает. И да, и отрабатывает. А делаем номер вращения, туда руку бросить. Понимаете? Поехали. Раз, на третий раз скидывает ногу сам. Раз, потом и три. Бам! Бам! Без вращения ноги видели, да? Как бы я сказал, нормально, ну ты, нормально внятым языком, русским. Провалился. Бам! Вот и все. Это нужно для опять равновесия, да? Чтобы вы учились дать, кинули все. Я могу или вращаться, или так делать, чтобы чувствовать, как мы стоим на ногах. Я думаю, как бы жениться, наконец-то кого-то нормально акцентированно попал. Он спать сегодня не будет ночью. Бам! И ножку поставил сюда. А, все равно убить его. Да. Да. Не-не-не-не. Очень часто бывает, как бы ты делаешь раз. А бывает часто делать так вот. Специально как бы раз мимо, да? Как будто ты промахнулся. И отсюда. Да. Да. Женя каждый раз бьет, мне кажется, это куриная кыльушка такая. Ты его не разворачиваешь в руку, да? Ты так понял? Так. Теперь вращайся полностью через 60 гаосов. Два. Три. Опять снять начало выступать. Я тоже бдителен. Вот. То есть ты еще то же самое дал. Ты как шагал. Бам! Вот разворачивался. Все то же самое. Развернулся. Бам! Сюда ножку вывел. Опять вернулся. Развернулся. Посмотрел. Ножку туда вывел. Сейчас ты делаешь движение на одном месте. Ты вот стоишь. Нужно шагнуть. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. И вернулся. Ну и что ты падаешь? Нельзя-нельзя? Здесь образное движение это закрепление движения, да? Мы же закрепляем движение. Раз. Два. Главное, конечно. Жене нужна мишень. Я забыл только бандаж. Все то же самое. Стоишь вот сюда. Или сюда здесь стоит лапа. А я тебе не мешаю? То есть мне надо еще наборник. Чем? Надо вот сюда бить. Вот. Вот. Сейчас нормально. На, сейчас спешись. Кинул. Развернулся. Посмотрел. Отработал. Все. Это движение, которое надо четко отработать. Перемещение. Разворот. Когда, допустим, я если буду двигаться назад, то что делать? Для этого в таких случаях я сначала такую отработку даю. Когда нам надо удостать его, я раз-два, он дает шаг назад. И отсюда прыжком туда достаю. Здесь нам нужно чуть-чуть вот это движение в напорной ноге. К вам прыгнули опять. К вам туда прыгнули. К вам туда прыгнули. К вам туда прыгнули. Вот. Видишь цели, двигайся на меня. Ногу не опускаешь на потайне. Да. Туда выталкивай. Со спиной развернись. Три удара в пояс. Поднял. Раз. Сильно надо здесь бить. Три удара неправильно сказал. Три касания. При неправильной постановке можно травмировать же стопу тоже. Мы просто развернулись. Вот. И сейчас будешь подходить назад. Подходи назад. Раз. Коснулся. Два. Коснулся. Три. Коснулся. Четыре. Коснулся. Вот. Пятка. Пятка. Где? Зачем ты вверх делаешь? Сейчас мы делаем. Один раз вертушка. Один раз бет. Джек. Бет. Раз. Два. Ввертушка. Раз. Два. Не спеши. Ввертушка. Еще раз. Ты сейчас что делаешь? Ввертушку. А. В смысле ты сказал еще раз? А я не спешит бэкфист. Не нормально, да? Еще раз. И бэкфист. Женя вообще не здесь приковался, да? А ну видимо я решил, что я здесь проедусь. Еще раз. Ха-ха-ха. Я уже испугался там. Как бы что летит, непонятно. Бэкфист. 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 Нормально конечно в подбородок. Вообще это очень часто. Держишь лапы. Бум тебе в подбородок, бум тебе. Как-то не так что-то поняли. Нормальная тренерская судьба. Бэкфист. Ну вот так. Пятка. Ну ладно сейчас? Да. Просто до этого когда он уехал, ты одной ногой бьешь пятку, в другой раз топой. следи дай какой йога надо заниматься чтобы гибкость была чтоб тебя шея уже разворачиваться нормально кстати как бы про это можно также отрабатывать чтобы как вот стань типа доработаем все то же самое здесь мы до можем вот того стали пошли до отсюда поставь информируем движение следующий режим уберем 10 раз мы можем делать тип просто параллельно тип раз два там три десять ставлюсь и 10 отсюда бью 1-2-3 прыгай на порно ноге я почему-то нет такого же тебя у тебя сага получается ящик понимая как у него организм создан как у него вообще там все взаимосвязано 4 5 6 4 8 9 просто вот ручки просто вот все держал вот держишь ручки дай и отсюда бьешь как бы там если ты допустим развернул там дал бы здесь гармошку дальше такая непослушная рука провернул за один урок уже очень летушка здесь можно занять за месяц накидать нормально и человек можно ронять дать спарринговой работой парная работа началась спарринговой потом попробовать чуть прочувствовал все все правильно начнешь вращаться правильно бить не настолько технически сочный удар я считаю даже типом легче чем легче считаешь здесь разгибание ноги совсем другое мы как бы тут же не просто прористрировал еще момент когда очень часто многие кто-то работает по жестким мешкам очень аккуратно потому что можно рубануть да допустим дать и попасть не пятка попасть вот так стопой можете травмировать скажи про нюансы применения в бою когда ты крутишь ты же спиной поворачиваешься вот риски-то какие как от них защищаться риски надо подготовиться так соперника к то есть себя подготовить соперник потом чтобы ты точно был уверен что ты попадешь то есть не начинать с этого удара он в середине какой-то кондинации почему мы всегда говорим о том насколько ты технически можешь убить если ты технически свободен да ты видишь сразу туда удал и человеку да и как бы сразу шел а бывает такое что на брод надо через кондинации там бывает тебя бьют ты раз-два хорошо как-то ты вообще какой-то близкий дистанцию хорошо так получилось да все а бывает то же самое ты держишь раз-два и отсюда бьешь сразу в подбородок чеку чуть-чуть расставит это вообще как бы опасность с этой дистанции сразу туда в подбородок нога снизу вылетает вылекающее движение там растяжка не нужна вот боковой шпагат толчнуть тебя нельзя в спину когда ты поворачиваешь но если бы ты медленно делал да можно это запрещено не нового толчка запрещены конечно соревнования то есть если даже соперник меня пара что просто снежки пыльешь не менее зачем вот найдет защищаться как сейчас опять это возвращаясь то что когда мы это нарабатываем надо научиться видеть все эти движения круговые бэхис нам перекрываться бэхис тоже трава сойдет бэхис удар то есть ты бам вот сюда сместился идет с другой руки просто как тренировка вам сюда сместился руки головы идет вертушка то есть ты бам сюда сместился с другой стороны нет как вы видели да как вы же не вижу меня сегодня просто как бы не унизить ты куда сейчас бил вертушку сейчас получился так так все будет туда двигаться двигаться я вертушку на тебе все опять еще еще раз кину еще раз я уже здесь начинаю двигаться его задача уже не догнать мы что в бою то есть это будет все быстрее но мою задачу видите правильно среагирует работать на ногах потом уже мы отсюда начинаем добавлять да что допустим медленно делать я могу сразу уйти на лун кик сразу высечь как-то мелко я кинул раз попал бам попал хорошо опять я стою опять друм попал хорошо третий бьет я сразу друм туда высекаю вам все отработал здесь все он спрей ноги все здесь нарабатываю я спокойненько стою на счет уже я друм сюда могу сразу в спину даю типу по правилам что я в спину не пил я типа тебя останавливал так наказала в следующий момент также опять работа раз кинул вертушку хорошо дальше кидает вертушку я там 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 захожу с комбинацией на руки все следующий вертушка да опять банки на вертушку пошел вертушки на что захожу да уже там подхват бросок когда идет прямой удар ногой его тяжелее зайти ну что отсюда идет надо видеть когда идет круговой удар можно просто берется как и дистанцию раз уже нога уже здесь пролетела там сразу окучить если прямой логичу или вот такая получается затылок вот и бьешь да и не затылок бери ты убьешь я отсюда я тебя ловлю здесь я вот обхожу ты начинаешь раз а тут уже удары грязный тренер грязные советы не не я не советы то есть это ты разворачивался я делал контратаку я бил все я останавливал тебя потом когда вот самое круговое движение тут легче когда круговой удар ногой и не круговой удар на теперь все знаете я боюсь такой вертушкой тем более если ты не умеешь бить одно дело я смотри буду делать показывать я делаю же стоял поэтому я здесь всегда можем медленно делать я если зайду здесь на вот эту дистанцию опасности нет никакой я вроде зашел я заблокирую здесь ногу мы всегда есть опасно захлестывание головы захлестывание ноги я пошел на тушку где-то просто держу шапку на встречу вот есть момент вот здесь момент всегда идет идет захлест был такой удар как бы человек был такой когда человек был дальней рукой я сразу ему закинул и дал ему сюда в пятку в затылок это как вообще даже риск захлеста ноги для кого риск я не понял для тебя а я вначале подумал что для тебя не не поэтому когда мы смещаемся мы должны еще обязательно идти сюда к сторону спины только тогда да вот я здесь уже прошла и вот эти все надо уметь видеть их на с одной стойке я-то бам кину могу кинуть сюда также прямой удар он ушел тоже так же могу с другой ноги там кинуть вам туда вон ушел там не надо вообще не сейчас ничего не показывать чтобы не тренируйте меня вот ты тренируется но всегда лучше тренироваться всегда через 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 точку допустим я первый раз попадаю второй раз ты допустим уход или на третий раз чтобы не было в тот случай когда вы договаривались заранее на такой раз нет ну как вы допустим отрабатываем а значит просто не пить да быстро отрабатываем прямые удары ты делаешь уклоны и раз увидел мнение просто лишь раз увидел до подставочку поставить раз подставочку поп уклонился раз таки можно мы я отрабатывать есть еще постоянно уклоняется уже начинать вот такие типы удары а здесь получается все четко я вот вам в лоб да раз все в лоб вам наклонился опять он в лоб раз в лоб но он уклонился в любую сторону может уклониться если отработка идет плечо чуть-чуть туда не довел всегда думаем о том что если мы делаем уклон у нас это плечо должно впереди для чего для того чтобы она вот так всегда в разрез пойдет я сюда дюбей прямой удар то есть не просто не вот так вот типа из-за из-за столба выглядеть а вот мы делаем движение плечо вперед то есть всегда о том что я бью сразу в разрез сразу в разрез подбородок сразу отсюда вот человек уклонился о поклонился отсюда же там могу перевести с дальней руки тем более далее надеет это очень сильно сразу я просто делал клон вам я всегда думал о том что вот на плечо впереди ушел дал ушел в разрез дал сюда потом отсюда или печень или голова или просто как скажу просто без дам отсюда всегда через дальнюю руку в разрез чтобы запрограммировать что какой-то рубки дома раз-раз-раз человек идет комбинация идет там бьет 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 это видишь да там раз туда ушел на какой-то на корпус там себе заперкот и все то же самое здесь при вертушке или про бэквисты про локти кому там тяжело нам другая дистанция мы всегда мы можем сместиться даже от локтей то есть если когда здесь стою я а ты можешь сюда сместиться всегда сместиться сестись и разуме давно-давно снимали передачу про бэквист с андреем стоценко из куда он показывал что вначале идет вот так вот рука то есть локоть если это не лок это уже разгибается идет кулак вот в тайском боксе тебе в твоем тайском боксе есть такая не разделяя локоть рука мы сразу стоим я начинаю вращаться и вот у меня сразу движение идет вот это заранее знаешь чем туда ешь локтем или кулаком ну да конечно я четко знаю да все здесь большинство я не могу а черт это быстрое движение тут я не могу да как бы сделать раз вы промахнулся и рукой мы говорим о скорости момент кругового движения и момент увидели цели дистанция вот я четко что я вот я уроку уже рука пошли если пока ты крутился я сократил дистанцию все тогда у меня должна вот уже локтит но я не разделяю локоть потом рука у меня идет движение вот раз я здесь не могу с раз то есть независимо от того что я там идет я уже траектория запрограммирована конечно у меня сама вот идет просто еще есть а выжат некоторые бьют у так типа сразу где-то заранее выпрямляет вот если ты здесь уже заранее выпрямил ты попадаешь на бок и можешь самать руку поэтому ты бьешь вот и стоишь вот и и потом вот здесь как мид вот видите локоть локоть относительно плеча и потом идет про нос как вы нас мидл кика идет глубокий вынос глубоко бить ты бьешь не вот так вот в акцент да там вот так вот да в акцент это называется акцент когда там разбираем ногу и на проходит по линии да то есть ты таким образом отбиваешься идешь глубокий вынос ты его нашу так колено бедро у меня получается колено проектируется по линии колено по линии дальней руки я получается есть же не отойдет у меня нога вот идет глубокий вынос я всегда подстраховываюсь то же самое здесь вот это не дал кик правильно дом туда о кик туру туда глубокий поэтому бы тоже я делаю раз калет лохоть и отсюда потом вот движение если ты сократишь дистанцию момента мне конечно локоть вы не просто очень разделение 1 и 2 еще один наш герой мурат бахарчик он показывал что при бекфисте уделял вероятно внимание что так прямо прогибаться в спине провести говорю да но сам просто я про это не говори активно я чуть-чуть другому бекфистами в это как дополнение очень хорошее опять здесь мы говорим от разных конституций там все сложение кому-то он маленькими ручка маленький ему надо раскрывается а кому-то не надо после я знал в кикеров я знаю это шестая да вот так вот собрано их пересекает это как дополнение то есть человек уже вот мы говорим да я всегда то есть я против того что когда человек только вот так делай ты не можешь только так делать мы все разные все разное сложение все разно анатомические вот поэтому одному бекфист допустим раскрывается он чувствую вам раскрытие другому допустим я вот так куда я стою сюда я там когда бам-бам попросить вот так вот собран туда хлест выкидывает но она не помню по ногам он там тоже военции у него есть я учу как будто так смещает он кажется там вообще это не на земле он просто вот так вращается у него нога в линии он как бы уходит в падении нога здесь остается и вот так вот дай падать туда ну опять это говорит мне от это как бы я просто пучу потому что люди разные как будто с нуля да когда ты делаешь быстро да допустим ты туда попадаешь падаешь туда на удар это не значит что такой неправильно бэкфист или такой неправильно бэкфист может в данном случае сетеве вот так вот покажу скорее всего ты просто сам завалишься но я это делать для чего для того чтобы допустим как говорим вот бэкфист нога пошла вот бэкфист вертушка пошла заранее человек как обогатоли если я ставлю ногу в одну линию может тяжело потому что таз не развернулся у меня самый главный вопрос зачем ты всеми это сейчас показываю это в рамках подготовки к открытому рингу финального боя или в рамках десятилетнего курса я познаю тайский бокс я просто как бы мы думали о том что что нам еще показать новенькой и решили сделать бэкфист пару раз увидел как же не крутанул бэкфист и как бы он подошел что у человека стало поучаться а есть такой момент до фазы до развития спортсмен вообще фаза любого человека развития вообще в любых отношениях в любом виде спорта то есть мы не можем сразу перейти к более сложным элементам но эти сложные элементы надо делать это чтобы скоординировать человека он может это не он может это не делать но он всегда потом будет прочувствовать движение и может в один прекрасный момент я просто видел просто как же не куртанул бэкфист и я это перед бизнес представил это бы не видел атак вот так вот просто на отмашь как даст а может так как бывает такие нокаутчик просто надмашь как дал бы бэкфист уходил вот так что все вот акшел и как шлюх туда просто к тому что люди то все одни и те же вопрос стоит мы соревнованиям готовимся или просто что-то потихонечку замажем когда кстати а у нас скоро да скоро бой ну да готовимся до когда готовимся хотим удивить ты расхода в печень дашь основной будет все это я хочу даже не научился бить плюс особенно круговое движение мало ли какая ситуация в бою ты развернешься и по крайней мере уже где-то что-то сработает и крутанешься и дашь с руки там с к с локтя и ты к носу и стучать надо заходи я готов ко второму желанию на этот раз она будет достаточно четко и так я хочу поменять обстановку я занимаюсь этой группе уже полгода всех уже знаю все добрые все друг другом дружат все другого жалеют я хочу в зал с настоящими жесткими суровыми бойцами чтобы проверить себя в серьезной обстановке только ты возьми за затылок андрей черная порция вопросов зрителей действительно ли ты устал тренировать одни и те же вопросы те же ошибки в 100 раз один зритель вообще написал похоже они друг другу уже ненавидят даже знаешь как мне так устал очень сколько можно вообще не могу ты мне пытался избить сегодня уже два раза но внимание да это зрители заблуждаются они как бы не понимать не ну почему я тоже с этим согласен это видишь уже нет нет что ты уже устал у тебя изменились приоритет если после первых стряск ты еще сам говорил что для меня это было так интересно взять такого любителя вот с ним заниматься так давно несколько нас персонально сейчас у тебя уже плеяда не побоюсь этого слова спортсменов ты переключился они конечно тебе уже скучно со мной таскаться раньше мы тренировались 6 раз персонально сейчас полтора раза к зачем тебе шесть мышцы нужно спрингов работаешь не будешь со мной драться те надо работать с другими людьми мы из вот мы сегодня поработали с тобой круговые удары все уже видно это не зря я все эти полгода там до провожу ты уже понимаешь а весной там ты пробовал твердушку там поржать только нужно может был сейчас ты уже культура сам дай тебе так и что любого взять тренера даем через полгода не сделает из там из человека супермена там который будет драться там и все в белотой в м1 все же по-разному прогрессируют ну костяне ожидал же за три месяца быстрее прогрессировал есть люди которые еще медленно меня я надеюсь есть кто-то еще быстрее чем костя кто-то говорит что надо было взять того кто прогрессит быстрее чтобы нагляднее был виден пара прогресса так смотрят ну и вроде как бы ничего особо не меняется я хочу сказать вам как бы если бы сейчас мы взяли бы наглядного человека бы больше половину 50 процентов и вообще не узнали не узнали подводящихся упражнений всяких бы разъяснений я вообще не говорил бы чеку так покажу начинать здесь я бы не стал вообще ничего прожевывать бы не показывать вы радуете что такой деревянный человек пришел пришел дерево дело а сейчас уже пластилиновая а конечно легко каждый каждый тренер мечтает о том который придет человек ты ему показал он уже делает а через месяц он дерется на чемпионате россии а потом через два месяца он уже в юси но такого не бывает друзья хочу сделать важное заявление у нас 3 декабря исполнится год с момента выхода первого выпуска на канале боевые ботаники вы говорите спасибо вам за интересные передачи я очень приятно что вы так говорите но я сейчас не про яндекс кошелек вы не подумайте но спасибо тем кто перечисляет на свои сбережения да на самом деле вы можете помочь нам гораздо большим нежели просто перечислить 25 рублей вы можете рассказать своим друзьям о нашем канале причем не только тем друзьям которые занимаются единоборствами я думаю что вы им и так уже рассказали но также тем кто никогда этим не занимался потому что по большому счету боевые ботаники для тех кто не занимался до сих пор единоборствами но кто не знал что этот дивный мир можно открыть это 200 далеко не так страшно я вас прошу обращаюсь к вам лично вот каждому из вас расскажите своим друзьям сокурсникам коллегам по работе учителям в школе профессорам в институте вашим детям внукам родителям что есть такой канал пошлите ссылку на видео которое нравится кому-то нравится видео где можно там сцепиться в комментариях там про винчун кому-то нравятся полезные видео уроки кому-то интересно лучше из лучших выберите то видео которое интересно тому человеку как из которых эти поделиться поделись на наше видео пусть настанет больше я не ставлю никаких условий если мы наберем 100000 году мы сделаем то-то и то-то мы и так будем делать и и для вас и для такого там не заберем мы закончим посмотрел сам расскажи другу все у меня последнее самое четкое желание очень простое надеюсь в этот раз ты ничего не перепутаешь я хочу победить финале все будет в лучшем виде цыпленочек мой